Новогодние украшения, которые месяц назад Сейчас раздражают Вы тоже еще не убрали игрушки и мишуру Поверьте, вы не одни такие Хотя психологи и рекомендуют убирать елки сразу после каникул Они стоят не только дома, но и на городских площадках Когда же в Тюмени придет время убирать елки? Уточним сегодня С вами Ксения Волкова И вот, что еще смотреть в программе Сегодня в выпуске История с продолжением Все здесь уберут, все будет хорошо, все будет чисто и красиво Почему в частном секторе проблема с вывозом мусора не решается? А вам слабо? Хотелось навести порядок Тюменцы обустроили подъезд мечты Сколько сил и средств потратили? Кошки не простые, а золотые Эвакуировали, что ли, кошек сюда Или как-то тут их сохраняли, нет? Почему сибирская порода удостоена памятника? И вновь мусорная проблема Опять в частном секторе Мы снимали сюжет на улице Плодопитомник в декабре 2017 И спустя месяц Жители снова заявили о проблеме В социальных сетях Почему отходы так и не вывозят? И что или кто тормозит Решение проблемы? Иван Шишкин разбирался Январь 2018-го Мусор не вывозят Жители недовольны Картина месяцем ранее Мусор на том же месте Только его чуть меньше Хотя еще до праздников Калининская управа обещала все убрать Вывозка мусора осуществляется Подрядная организация определилась Заключая договоры Понятно, что стопроцентного охвата нет Но тем не менее договоры имеются Контейнера выставлены Мусор, вывозка мусора Организована Машины приезжают КамАЗ Встал Постоял Успешно развернулся И уехал Я сама специально Я раз вот тут вот живу Так я вижу Раз в окошко Ага Встали Развернулись Уехали Мусор остался Нам обещали перед Новым годом Что сменится Возчик сменится Что все здесь уберут Все будет хорошо Все будет чисто и красиво Свою лепту вносят Из жителей соседних домов Мусор вываливают на то место Где раньше стоял контейнер Отметим, что и возщик По этому адресу был Мы с ними расторгали договор А когда вы расторгли договор? 12 октября Конкретно мы не ходили Потому что у нас в договоре прописано Что можем в одностороннем порядке Но уведомляли жителей То есть уведомление Каждому жителю В почтовый ящик Разбитили В Калининской управе Поясняют ситуацию Только по телефону Мол, жители сами виноваты Не заключают договоры С возщиками А тем, в свою очередь Не выгодно возить бесплатно Я думаю, что То, что бак туда поставили Не факт, что его будут вывозить каждый день Перед повторным визитом Съемочной группы Мусор действительно убрали Как пояснили в управе Нашелся новый возщик Но называть не стали Представитель управляющих компаний Считает, что решить проблему Вывоза мусора в частном секторе Может только соответствующий закон Ситуация изменится в корне Когда у нас заработает региональный оператор В данном случае Тогда услуга перейдет Уже в разряд коммунальных услуг Договор будет считаться публичным Заключать его не требуется В письменном форме Он уже считается автоматически заключенным С момента начала работы регионального оператора И с вас будут по количеству Лиц зарегистрированных Или проживающих фактически Уже назиматься платой Напомним, регионального оператора В Тюменской области Должны выбрать к маю текущего года Проблема с вывозом мусора В частном секторе была И остается действительно платить Хотят не все жители А за чистоту ратуют Но есть среди нас и такие собственники Которые никакого ремонта в подъезде не ждут Они сами не просто рисуют А свой дом, можно сказать, в крепость превращают Ирина Канева покажет героев-оформителей Общедомового имущества Сразу и не поверишь, что это обычный панельный дом Единичный случай, когда желание навести порядок Вышло за пределы собственной квартиры Помогли друзья Один сделал кованые перила Другой на чердаке перестелил кровлю Специально, чтобы красоты хватило надолго Все остальное своими руками И за свой счет Дело было три года назад Но если учесть, что это был тогда доллар 30 рублей И, соответственно, материалы в два раза дешевле были То где-то вот так вот Начал я в середине лета И закончил к Новому году По деньгам Получилось почти 250 тысяч С деньгами тогда было более-менее хорошо Не только у меня, а еще у многих Соседи, видимо, тоже как бы Не сильно стеснены были в то время Они как бы говорят, сколько денег Давай половину отдадим Управляющая компания инициативу восприняла на ура И даже разрешила закрыть проход Другим жильцам на верхний этаж Ежики на стене у квартиры и как антистресс после работы И чтобы на этаже было повеселее Сначала была идея нарисовать у выхода из лифта Какие-то картинки, что дверь открывается И раз, и может настроение от этого поднимется Но потом я подумала, что мало ли, может кому-то не понравится Что-то и решила попробовать в своей двери Соседи работу одобрили, а значит Оксана будет продолжать картину Набросок дерева уже на стене А вот еще один случай преображения уже всего подъезда Когда на каждом этаже своя мультипликационная серия Это Анжела с четвертого этажа И Люда уже здесь не живет Мы покупаем, получается, скидываемся Покупаем краску И она рисует Когда ко мне гости приходят Я делаю экскурсию по подъезду Показываю, смотрите, как мы живем Таких подъездов больше не существует Однако преображение стен в подъезде Надо заранее согласовывать с соседями Причем всего дома А иначе по наводке того, кто против Могут прийти сотрудники государственной жилищной инспекции И наказать управляющую компанию Ей выпишут штраф, довольно приличный До 100 тысяч рублей Так как у нас все-таки гляжи разумно подходят Основным к всем вопросам Скорее всего, управляющая организация получит предписание Все покрасить по новой в однотонный цвет По 170 правилам Если не будет решения общего собрания Выходит, надо быть аккуратнее Даже с такой положительной инициативой Ну или просто изначально верить в поддержку соседей Даже возле таких образцовых подъездов Бесполезно несколько баков для мусора выставлять Почему? Об этом не только в блоке событий, точнее говоря На кухне места мало и нести до контейнеров несколько пакетов неудобно Жители Тюмени не готовы тратить свое время на раздельный сбор мусора К такому выводу пришли молодые исследователи из лаборатории изучения городской среды Они опросили три сотни человек в разных районах города В том числе руководителей коммерческих организаций Многие впервые слышат о классах опасности отходов Часть респондентов не знает, что делать с батарейками и ртутными лампами Все отходы идут в одно ведро Губит людей не пиво, а газировка Сотрудники Роспотребнадзора внепланово наведались на Тюменский коктейльный завод Производящий безалкогольные напитки Продают их тоже на территории нашей области Специалисты изъяли из оборота 500 килограммов продукции Обнаружено нарушение санитарных требований И технического регулирования в пищевой промышленности Возбуждено несколько дел об административных нарушениях Ленинский районный суд приостановил работу завода на два месяца Налетай, успевай В последний понедельник января в России традиционно проходит Киберпонедельник Самая крупная онлайн распродажа В этом году она официально продлится до 23 часов 59 минут 31 января В акции участвуют онлайн-магазины электроники, одежды, обуви, детских игрушек, книг В этом году более 200 крупных интернет-продавцов И что важно, количество ложных скидок в Киберпонедельник сведено к минимуму В отличие от предновогодних распродаж Ведь сейчас главная цель разгрузить склады ритейлеров к весеннему сезону Покупать квартиру онлайн опасно Лучше приехать и посмотреть, как все красиво, стильно и продумано В новый микрорайон заглянем прямо сейчас Пять лет назад здесь было поле Сейчас это один из самых красивых микрорайонов города В Видном построено 10 домов, в них уже живет 2000 семей С дачи готовятся еще два дома по адресу монтажников 57 и 59 Выдача ключей начнется в феврале Полным ходом идет строительство еще четырех домов Два будут готовы уже в конце этого года В 2018 год сейчас интересное предложение, но ограниченное Потому что квартир с сроком сдачи в 2018 году осталось порядка всего лишь 50 Поэтому кто все-таки хочет приобрести и взвестись новым жильем в этом году И переехать в начале 2019 года Приглашаем обратиться в офисы продаж При желании новоселам не нужно откладывать деньги на ремонт В Видном представлены квартиры с чистовой отделкой Стены под покраску, установлены двери, сантехника Заезжай живей Инфраструктура в Видном продумана Поликлиника, две школы и четыре детских сада находятся в пешей доступности Удобная транспортная развязка в этом году начнут строить большую пешеходную аллею Пешеходная аллея продолжится всего 800 метров Она будет представлять себе полностью пешеходную территорию С велодорожками, с большим количеством детских и спортивных участков Для детей и взрослых разных возрастов Она будет абсолютно открыта, в том числе для всех проживающих в Восточном административном округе Видно, уже сегодня удобен для жизни Здесь есть кафе, магазины, стоматологи А в скором времени откроется продовольственный супермаркет «Пятерочка» Этот микрорайон – гордость не только Восточного округа, а всей Тюмени Спонсор нашей программы «Курорт Увельды» – Центр отдыха, лечения и реабилитации Внимание! Акция «Узнай курорт Увельды» С 23 января по 15 февраля Цена путевки всего 2250 рублей за сутки В стоимость входит питание, проживание и лечение Количество путевок ограничено Бронирование по телефону 8 351 225 16 16 Через пару минут вернемся в студию Оставайтесь с нами и смотрите далее Остатки не сладкие, а пугающие В принципе, не так все плохо сделано Видно, что люди души вкладывают Простоят ли снеговики до весны И когда уже наступит время убирать елки с улиц Тюмени Кошки не простые, а золотые Эвакуировали, что ли, кошек сюда Или как-то тут их сохраняли, нет? Почему сибирская порода удостоена памятника? Как сыр в масле? В среднем уходит на производство Килограмма масла 20 литров молока Сколько стоит настоящее масло И как выбрать качественный продукт Разберемся в рубрике «Съедобное и съедобное» Это точнее, хорошо, что вы с нами Новогодние приветы тут и там Снежные скульптуры на набережной Изрядно подустали и пугают суменцев Неужели они будут стоять такими до весны? А еще город до сих пор украшают 140 живых и искусственных елок Тянется 6 километров гирлянд Когда праздничный антураж убирать будут Дарина Скорнякова уточнила Как только не называют это новогоднее убранство Тюменцы в социальных сетях Кто-то считает, что это настоящие ужасы нашего городка Ну а мы, находясь здесь, совсем не испугались И наоборот, заметили, что тюменцы интересуются Этими снеговиками-серовиками Нелли набережную будто тянет на набережную туру И приезжает, чтобы насладиться уходящей новогодней атмосферой Мы второй раз приезжаем Нам очень нравится здесь Просто снега, видимо, не было Какой был, собрали, из него сделали А так реактивные Ну немножко детали потеряли Детали потеряли Если бы кто-то проследил, допустим Ну каждый за своим снеговичком Восстановил бы, они бы дольше простояли В принципе, не так все плохо сделано Видно, что люди душу вкладывали Александр пришел прокатиться на коньках До каких? Им больше 45 лет Ну вот незадача Каток теперь работает только по вечерам Сейчас прихожу Поменяли график работы Причем на дверях, если там Работа с пяти часов вечера То есть переменили Хотя сделано все хорошо, я вам скажу График действительно изменен Людей на катке после праздников стало меньше Кстати, скоро набережную вернут В предновогоднее состояние Снеговики и серовики будут убраны Одними из первых В следующем году они перезимуют уже на новом месте Организаторы решили их спрятать в лесопарк Затюменский А вот живые ели начнут убирать с отдаленных районов После 12 февраля будут демонтированы все остальные городские объекты Ледяной городок мы будем демонтировать Постараемся о погоде Посмотреть, если будет прохладная погода То он простоит в феврале Если начнет таять Подтаивать Мы понимаем, подтаивать лед Он станет опасен для детей Мы оперативно его уберем Это вторая половина февраля Скульптуры и горки находятся в хорошем состоянии Есть незначительные повреждения В переходах ледяного лабиринта Ведь городок практически не пустует А некоторые тюменцы хотят вернуться сюда снова Жители нашей страны и всего мира В выходные вспомнили важную дату День снятия блокады Ленинграда И чем больше времени проходит Тем меньше знают новые поколения о том Что это за блокада Открытки вручали посетителям Одного из торговых центров в Тюмени В них указаны цифры блокады Даты, нормы пайка и состав военного хлеба 125 граммов на человека Это небольшой кусочек, который получали жители ежедневно Всероссийская акция «Открытка памяти» объединила 45 регионов нашей страны Рассказываем вообще, чтобы люди знали, что было, как было И какую-то историю, чтобы у людей было представление вообще Потому что многие даже не знают, что такое Великая Отечественная война и Вторая мировая А знают ли тюменцы, почему кошки у нас удостоены памятника на аллее? Что такого сделали хвостатые? Наталья Жукова спросила у прохожих И не получив правильного ответа, сама рассказала историю героических сибирских котов Эти фигуры у прохожих вызывают разные эмоции От умиления до недоумения Но мало кто задумывается, почему скульптуры установлены в центре города Вы знаете, почему этот парк называют сквер сибирских кошек? Нет Без понятия Не знаю Эвакуировали, что ли, кошек сюда или как-то тут их сохраняли, нет? Будет интересно, если вы расскажете 70 с лишним лет назад тюменские кошки спасли национальную сокровищницу – Эрмитаж За время 900-дневной блокады в подвалах Эрмитажа расплодилось огромное количество крыс Потому что блокадники, страдая от города, съели всех кошек Некому было с крысами справиться В начале февраля 1944 года начальник тюменской милиции Соломон Айзенштадт получил крайне странную телеграмму Изъять на оперативно обслуживаемой территории не менее 50 кошек И направить их до 1 апреля железнодорожным транспортом в Ленинград В поисках бездомных хвостатых и усатых тюменские милиционеры облазили все городские свалки Скотобойню и мясокомбинат А когда поняли, что кошек не хватает Попросили тюменцев откликнуться и отправить своих любимцев на борьбу с четвероногими фрицами В фанерных клетках в вольерах, которые сколотили немецкие военнопленные лагеря НКВД номер 93 Который размещался в Тюмени Кошки убыли в город на Невере И если тюменцы об этом забыли, то сотрудники Эрмитажа не только помнят этот исторический факт, но и с удовольствием показывают потомков сибирских крысоловов Он старый, он у нас старожил, у него нет совсем зубов, потому что все зубки у него вырваны от того, что они болели А, они не больно совсем Всего в Эрмитаже больше 70 кошек Чтобы всех прокормить, волонтеры каждый день тратят по три часа и знают каждого хвостатого по имени Как и самого первого крысолова из Сибири Амура Тюменские кроведы тоже помнят Именно по их инициативе в 2005 году в областном центре открыли сквер сибирских кошек Чтобы и сибиряки не забывали о страницах своей истории Исторические маршруты и культурные события в жизни города онлайн Возможности электронной библиотеки презентовали ученикам вечерней школы Цюмени на дне открытых дверей Также для ребят провели мастер-классы по театральному искусству, хореографии, музыке Заниматься в дополнительных секциях ученики смогут бесплатно Специалисты департамента культуры будут приходить к нам в школу И на базе нашего учреждения вечерней школы проводить на бесплатной основе эти кружки На самом деле это очень интересное мероприятие Я с нетерпением жду поучаствовать на других площадках Я, наверное, никогда в жизни бы не смогла попробовать играть на электрогитаре А тут предоставилась такая возможность Поэтому я считаю, что это важно, интересно, нужно Главная цель, чтобы после мастер-классов большинство ребят захотели вернуться в кружки и секции И заниматься на постоянной основе Ей не до плясок, но вполне себе бодрая Сто лет отпраздновала жительница села Армизонская Анастасия Васильевна Белевская У пенсионерки три дочки и сын Дети признаются, что за открыткой с такой трехзначной цифрой им пришлось ехать в Тюмень А вообще Анастасия Васильевна, несмотря на свой возраст, в опеке не нуждается Живет одна и все по дому делает сама Я одна себя чувствую прекрасно Я здесь уже хоть и слепая, а все равно ползаю Сама себе кашки сварю Хозяйка сама себе Чайку сделаю Дети меня не обижают Последний раз в больнице пенсионерка была в 2002 году Таблетки не пьет, предпочитает лечиться травами и медом Вот на таких односельчан и равняться молодежи Сибирской закалкой и задором районные творческие коллективы побеждают и ставят планку выше Но чем там на селе заниматься, спросите вы, городской житель Смотрите сами творчество на выбор Несколько минут до окончания репетиции Но усталости на лицах танцоров и незаметно вовсе Разве что немного растрепанные волосы и яркий румянец на щеках Фиеста не танцевальный кружок А образцовый коллектив при Викуловском РДК Титулованный Одно из последних звания лауреата третьей степени На международном конкурсе «Славься Отечество» Вроде как хорошо танцевали Я вроде как думаешь, блин, а может быть я где-то накосячила А может быть я где-то носок не потянула Ну и все оказалось хорошо Призовое место вдвойне ценно Ведь коллективу из глубинки сложнее соперничать с городскими У последних несколько руководителей И непрерывное оттачивание элементов конкурсного номера На селе тоже, но сельские артисты еще и во всех концертах участвуют Так количество идет на пользу качеству Чем больше у нас концертов в Доме культуры, тем мы больше растанцовываемся Мы придумываем разные танцевальные номера, а не для конкурсов И тем больше и тем легче нам, наверное, готовиться на конкурсы Потому что больше репетиции, больше возможностей И с детьми легче тогда работать Ах, ах, умели вы, газели! Не сгорели карусели, уделяли все качели Вы в газели не галдели, а на следующей неделе Без какой-либо еще накачали карусели Без костюмов и декораций на сцене районного ДК Репетиция еще одного викуловского победоносного коллектива Театр студии «Зазеркалье» осенью получила гран-при Всероссийского конкурса «Вершина творчества» Как раз вот за эту оригинальную трактовку стихотворения Чуковского Главной роли блистал шестиклассник Федотов Всего полгода на сцене, а говорит, уже жить без нее не может Я был в телефоне, вот сейчас вы наблюдали И я был на новогоднем утреннике зайцем Мне, как мама говорила, все знаменитые актеры начинают с зайцев Режиссер признается, награда стала полной неожиданностью Ведь труппу из 14 человек собрали только осенью Пару месяцев репетиций, конкурс и победа Сейчас вот эта группа, она абсолютно новая То есть это те, кто пришли в этом году И вот как-то неожиданно для нас мы это гран-при получили Хотя, в принципе, состав новый На каком творческом фестивале и конкурсе в следующий раз зажгут викуловские звезды? Очевидно одно – участвовать будут И новые награды впереди Забронируйте себе выходные в цирке Премьера новой программы «Фиеста» Детям она должна понравиться, ведь на манеже много животных Собаки, медведи, лошади, обезьяны и птицы Артисты уже репетируют Артисты «Фиеста» готовы зрителей и рассмешить, и напугать От трюков воздушных гимнастов точно мурашки побегут по коже Наш номер называется «Пиратские страсти» под руководством Виталия Иванова Это двойная рамка с турником И, ну, соответственно, нужно, конечно, держать образ Бывает адреналин, это все Но нужно просто вовремя уметь собраться, взять себя в руки И, несмотря на страх, выйти и сделать то, что требуется В программе много артистов-животных Медведей готовятся устроить для зрителей целый спектакль Все, что происходит в манеже, вот это будет удивительно Они придумали все сами Вот у меня медведица, которая в номере будет, большая моя медведица Она придумала всю работу практически сама Вплоть до того, что она единственный медведь-жонглер Они разговаривают Вот эта девочка Юля, которая по барьеру шла, она очень общительная Вот ей хлебом не корми, дай что-нибудь Она постоянно говорит что-то, что-то у нее процесс Любят поиграть в театр и обезьяны Людям интересно, когда это, как называется, ситуативный юмор То есть создать какую-то ситуацию, когда обезьяна вроде бы делает по-своему Я ему предлагаю там через кинжал прыгать И обезьяна, это Семен сам придумал Он все время так за голову хватался в детстве Что, боже мой, как будто А вот этим красавцам-доберманам импровизировать не позволяют Дрессировщики сравнивают своих воспитанников с нашей сборной синхронисток Настолько слаженно они выполняют трюки Кроме этого, зрителей ждут уморительные клоуны Вас и Стас Зажигательный номер жонглеров и еще много интересного Фиеста начнется 3 февраля в 16 часов Скучно не будет И еще о животных В кадре дня точнее сегодня герой, который взбудоражил тюменцев Горожане успели снять на телефон быка, который бегал по Тюмени в районе улиц Гастелло и Баумана Также свидетели видели, как быка поймали и загрузили в машину В соцсетях началась оживленная переписка Как выяснили наши коллеги из интернет-издания «Вслух.ру» Животное увезли полицейские и даже временно поселили у одного из сотрудников в частном доме Он в тепле и сыт, поиски хозяина продолжаются Далее в выпуске нашли по объявлению Нужно любить собак, уважать и заботиться о них Волчок из приюта вместе с Ладой переехали домой Как сыр в масле В среднем уходит на производство килограмма масла 20 литров молока Сколько стоит настоящее масло и как выбрать качественный продукт Разберемся в рубрике «Съедобное, несъедобное» По следам короля прогуляемся по самому красивому особняку Заречной части И узнаем, насколько овчинка выделки стоила Вы смотрите Точнее тележурнал о событиях, явлениях и людях Хорошая новость, которая может затеряться в ленте социальных сетей Она пестрит сообщениями о потерянных животных О новых случаях издевательства, хороших новостей меньше Но они есть Наши коллеги из редакции «Вслух.ру» Публиковали список собак из приюта с фотографиями и историями Смотрите, кто уже нашел свой дом Волчок, волчок, иди скорей Он и правда похож на волчонка Красивый и пушистый Молодой волчок – настоящий счастливчик Три недели назад у него появилась семья Он его вез на переднем сиденье На этом, в машине Сидит, такая красивая, даже такая фотография есть Смотрит на закат Ему всего год, но он уже знает, каким жестоким может быть человек Беднягу случайно нашли в лесу Кто-то проволокой привязал пса за лапу к дереву Собаку спасли и отвезли в приют Оттуда и забрала его семья долгих И вот мужу пригляделся вот этот вот наш волчок Мы поехали, забрали в придачу Нам еще позвонили, сказали, что можете взять ладу Я говорю, да, конечно, заберем До этого мы несколько собак пробовали с ним садить Он такой с характером Если ему не нравится, он может там еду не давать, порыкивать Ну, то есть надо стоять, смотреть, чтобы не отобрал Может в будку не пускать То есть он сидит в будке, а другая собака спит на коврике на будке А с этой собакой у него сразу Она такая общительная, компанейская Теперь счастливая парочка храняет дом в Каскаре В их распоряжении 15 соток И теплый подвал с собственным диваном За это умные четвероногие по-своему благодарят хозяинам Они подходят, вложат голову Хотят, чтобы их потрепали Я люблю всех своих собак Нужно любить собак, уважать И заботиться о них, всегда кормить Лишь позже от СМИ семья узнала, что волчок Участник проекта «Собачья жизнь» От интернет-издания «Вслух.ру» Еще перед Новым годом редакция собрала истории 12 питомцев приюта «Лучший друг» И разместила их на своем сайте Мы продолжаем следить за судьбой этих животных Если кто-то просто вспомнит об этом Пойдет и возьмет себе собаку Любую, даже не из этого списка Мы будем считать, что наша миссия будет выполнена Напомним, приют расположен в поселке ММС На улице Голышева, 1-2 Здесь есть возможность погулять с выбранной собакой И познакомиться с ней поближе Сегодня в приюте «Лучший друг» живет около 120 собак И около 20% из них так и проживут здесь всю свою жизнь Но у теменцев всегда есть возможность изменить статистику И даже если вы не планируете брать себе питомца Приюту вы тоже можете помочь Сюда можно приносить не только специализированный корм Но и овощи с огорода У дачников почти всегда остаются излишки Которые по весне попросту выносят на мусорку А сейчас все это пригодится для полноценного рациона четвероногих Овощи, морковь, свекла, тыква, капуста Идут в каши и супы Косточки, на них бульон варится Потом косточки убираются Добавляются овощи и крупа Вот кошкам бульончик еще нескормленный стоит Ну в принципе супик То есть кошек у нас немного, около 30 Поэтому им такой кастрюльки хватает Такой русский не любит сливочное масло Роскачество выяснило, что самым популярным среди россиян Является традиционное масло с жирностью 82,5% Главное, чтобы масло было настоящее, а не дешевый спред Специалисты проверили 64 торговые марки И лжемасло выявили лишь в 8 случаях На рынке много качественного масла А как выбрать лучшее, разберемся в рубрике Съедобное, несъедобное Если верить экспертам, то каждая вторая пачка масла подделка Давайте разберемся, как правильно выбирать масло в брикетах и на развес За покупками мы отправились с экспертом И первое, что смутило название на пачках В заблуждение покупателя вводит продавец Настоящее масло не может быть просто маслом У натурального обязательно должны фигурировать дополнительные слова Традиционное, крестьянское или любительское А вы знаете, как выбирать масло? Вот перед вами настоящий технолог И мы как выбирать, рассказываем технолог Сейчас подождите Смотрим на внешний вид упаковки То есть масло должно быть, видите, упаковка ровная Края, ребро тоже ровное Когда ровное ребро, то есть масло отвердевает, это значит тоже масло натуральное Ну что смотрите в первую очередь? На производители Так Содержание жира Стараемся брать вот не 75%, а 82% И смотрю свежесть масла То есть дату выпуска – это обязательный момент Это жирный продукт Под воздействием света происходит быстрый процесс окисления Пергамент, он не является... Он не может полностью защитить от солнечных лучей Поэтому лучше покупать масло в кашированной фольге Далее смотрим на цену Если у нас в среднем уходит на производство килограмма масла 20 литров молока А цена молока в среднем 23-25 рублей в зависимости от регионов То если мы посчитаем, то мы поймем, что масло не может стоить 80 рублей Или 50 рублей даже Вот еще несколько полезных советов по выбору сливочного масла Итак, запомните, дорогие покупатели Незамысловатая уловка есть в арсенале у нерадивых производителей На пачках они пишут, что внутри масло А ГОСТ пишет маргарина Запомните его, вот он на экране И никогда не попадайтесь на удочку мошенников Изучите состав масла В нем должно быть только цельное молоко, сливки, иногда соль Если видите другие ингредиенты, значит в руках у вас опять маргарин Пришли за фермерским маслом, попробуйте его Натуральное, не имеет постороннего запаха Нежное, очень быстро тает во рту и оставляет сливочное послевкусие Фермерское масло на рынок попадает расфасованное На каждом куске должна быть дата упаковки Вот идеальный пример До того, как продукт отправится на прилавок, его обязательно проверит лаборант Как правило, это органолитические исследования Вкус, запах, цвет Если по каким-то показателям нам что-то не понравится Какие-то механические примеси, загрязнение могут быть Или упаковка может быть нечистая То тогда уже можно проводить дополнительные исследования До проверок на влажность, соль и жирность в этой лаборатории Дело обычно не доходит Масло – продукт затратный И фермеры строго следят за своим товаром Кстати, наш опрос показал Фермерское масло сегодня не в спросе А зря Чаще поделку находят именно в заводской таре Как сыр в масле катался герой новой серии рубрики «Прогулки во времени» Сегодня вместе с Натальей Ижуковой заглянем в самый красивый особняк Заречной части Тюмени и узнаем, как жил кожевенный король И кто сегодня хозяйничает в его доме Сегодня нас ждет увлекательная прогулка во времени В самый красивый особняк Зарики Кстати, которую раньше «Бухарской слободой» называли Знаешь почему? Потому что здесь издавна бухарцы жили Ой, ну что у тебя всякие алкоголики на уме? Спрячь стакан! Бухарцами называли выходцев из бухарского ханства Которые в Тюмени торговлей занимались Кстати, как и владелец особняка О, вижу ты без труда нашел заветный домик Собственно, неудивительно Среди деревянных сооружений Этот особняк и сегодня смотрится шикарно А при династии Романовых и вовсе слыл дворцом Который на собственные средства построил Потомственный почетный гражданин города Тюмени Филимон Степанович Калмогоров А давай-ка прогуляемся по его хоромам Ты меня немножко подожди, но пуфиг и посиди А я с нынешним обитателем особняка Центром татарской культуры договорюсь прогуляться по зданию Поговаривают, Калмогоров водился с нечистой силой Был учеником сибирского мага Волан-де-Морта И с помощью своей волшебной палочки наводил ужас на всю округу Просыпайся, дружище После мороза поснул в теплом помещении Поговаривают, Калмогоров общался с самыми светлыми умами современности И был семи пядей во лбу Как результат приличное состояние, которое он оставил потомкам Но обо всем по порядку Можно сказать, Калмогорову повезло с предками Он родился в 1826 году в семье кожевенников Которые к моменту появления его на свет Уже несколько десятилетий занимались выделкой кожи А Филимон Степанович, имея предпринимательские способности Капитал поприумножил И уже в 22 года получил звание купца третьей гильдии А позже и первой Говорят, этому способствовала поездка Калмогорова В отдаленные татарские юрты Где он чай с местными князьями пил Дружбу заводил И договорился о поставках дешевой кожи на свое предприятие А одновременно завел связи и в столице На поставку готовых изделий Он входил в пятерку крупнейших промышленников России А жители города называли его кожевиным королем Купец-то не только бизнесом занимался Несколько раз избирался глаз на местные думы А с 1867 по 69 годы был городским головой То бишь мэром А еще способствовал возведению через туру на плавного моста И помогал жителям Да много чего еще делал Именно за заслуги перед обществом В 1883 году его признали почетным гражданином города Тюмени Наверное, он вот так можно Да вряд ли, вряд ли, это же девчонки обычно выделываются Ах, все было хорошо у кожевиного королем Хотя кого и обманывал Проблемы у него были со снохой Один из сыновей Калмагорова, Александр Филимонович, женился на советской львице Ой, ну уж не настолько Надежда Лухманова голосиста была Хотя, да, язык за зубами не держала А местная знать и до свекли своем нелестно отзывалась А после развода с сыном Калмагорова Питерская писательница книжку написала Имена в ней изменила Но тюменцы все равно главных героев узнавали И по углам обсуждали Ой, это моя книжка, я ее сейчас читаю Ты лучше в библиотеку обратись Там издание Надежды Лухмановой тоже имеется Может, эти пересуды, а еще боль за судьбу сына Подорвали здоровье кожевиного короля В 1893 году Филимон Степанович Слышишь? А я нет Хотя говорят, что в подвале дворца гуляет призрак В глупости, наверное, все это Душа купца давно покоится с миром И даже известно место его захоронения На Парфеновском кладбище, кстати, сохранилось надгробие Так что можешь как-нибудь прогуляться, посмотреть? Ну, как знаешь Что касается здания, то у него в начале 20 века Как и у кожевиного завода появился новый владелец Василий Собейников А после установления советской власти Здесь разместился клуб для тюменской молодежи Кстати, тут и сейчас клубятся Культурой мусульман занимаются И помнят о купеческом наследии Понравились прогулки во времени? Договорились? Через неделю покажу тебе новое старое место Приехать в Тюмень и увидеть Тобольска Гостям финального этапа Кубка мира по биатлону Выдадут VR-очки и представят виртуальные маршруты по региону Сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области На состязаниях презентуют стенд о туристическом потенциале региона Очки виртуальной реальности позволят совершить путешествие по Тобольскому Кремлю А также туристическому комплексу Абалак, где расположена деревянная крепость Реконструкция сибирского острога времен завоевания Сибири Ермаком Также гостям расскажут об особенностях охоты и рыбалки в нашем регионе Если политика не испортит планы, то организаторы ожидают, что на этап Кубка в Тюмень Приедут около 8 тысяч биатлонных болельщиков На этом у нас все Не пропустите новый выпуск тележурнала «Точнее» о людях, явлениях и событиях Включайте 21-ю кнопку «Каждый день» по будням в 18.30 До встречи в эфире!